Казахстан 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 Остальные были просмотрены на различных кинофорумах, кинофестивалях и так далее Теперь смотрите, значит в прошлом году зрителей казахстанского кино уже перевалило за миллион Почти пять, ну четыре раза реально, четыре с половиной раза возросло количество зрителей казахского кино Это тоже говорит о том, что вернулось, как мы говорим, доверие зрителей, оно потихоньку начинает увеличиваться Я хочу здесь отметить, что конечно зрители, количество определенное зрителей не сваливаться с луны Есть определенное количество зрителей, которые постоянно, да, как бы, да Например, если 13 миллионов зрителей, из них мы уже пропорцию показали, сколько смотрят российское кино, зарубежное кино и казахское кино Если мы будем сокращать количество фильмов в прокате казахстанских фильмов, зрители, которые уже вернулись и уже появилась традиция смотреть собственное кино Они просто уйдут смотреть другие фильмы, то есть американское кино, российское кино и так далее Потому что основные игроки, они в год, ежегодно выпускают то количество фильмов, релизов, которые необходимо, чтобы удержать количество своих зрителей Поэтому нам надо тоже, как бы, не снижать, а наоборот наращивать количество отечественного контента, новые фильмы Новые фильмы, это новые зрители и так далее Кинотеатры в 2012 году, по сравнению с 2008 годом, опять же, количество экранов в Казахстане увеличилось Было 129, а стало 245 Тоже растет почти в два раза Количество кинотеатров было 77, а сейчас 95 Количество посадочных мест в республике составило около 40 тысяч мест Идет динамичное развитие, скажем, этого сегмента экономики, на самом деле, киноиндустрии Потому что, понимаете, да, за считанные годы увеличивается вся, развивается вся инфраструктура киноиндустрии Что очень, нам кажется, это самая важная часть Появился спрос, появляется и предложение Увеличивается количество новых залов, кинотеатров и так далее, и так далее Поэтому мы должны быть адекватны к этим условиям, которые появились в последние годы в стране Итоги 2012 года 2012 год для нас был, конечно, переломным В смысле, если, скажем, с точки зрения успеха 2012 год в казахстанском киностал наиболее показательным Беспрезидентный год с неоспоримым лидерством киностудий «Казахфильм» С рекордами кассовых сборов, новыми открытиями Продолжительными аплодисментами в зрительных залах А также с признанием международных профессионалов и казахстанских и зарубежных киноспециалистов В каждом национальном, если в 2010-2011 годах в киностудии «Казахфильм» удалось сконцентрировать внимание общественно-современном казахстанском кино «Не в мое детство», «Иронь любви», «Сказа розовым зайцем», «Ликвидатор» То в 2012 году интерес аудитории к отечественным фильмам достиг еще новых высот Это фильмы «Жалжирек Монбала», «Шал», «Виртуальная любовь», «Анша Бала», «Книга легенд», «Таинственный лес» и так далее, и так далее Сняты в различных жанрах и так далее В каждом национальном кинематографе есть картины, знаменующие собой новый этап развития отрасли Есть ключевые кинопроекты, посредством которых окончательно бесповоротно поворачивается интерес зрителей к собственному кино Такими фильмами, например, в России стали «Девятая рота», если помните, «Ночной дозор», «Дневной дозор» Тимура Бекмамбетова После которого в Южной Корее, я помню, был фильм «Тора», кажется, который в одном Сеуле там собрал более 10 миллионов долларов И для казахстанского кинематографа таким поворотным в последнее время, в последние годы ключевым кинопроектом стал все-таки «Жалжирек Монбала» Успех этого фильма выражается не только в кассовых сборах, но и в появлении новых позитивных трендов Какие они? Например, мы формируем список копий для кинотеатров в прокате по заявкам кинотеатров, дистрибьюторов наших, кинопрокатчиков, которые все не частные И обычно у нас пропорция в прокате между копьями на казахском и русском языках были примерно 70 на 30 70% на русском языке, 30% на казахском языке и так далее И когда вышел фильм «Монбала», значит, прокатчики первую неделю затребовали от нас дополнительно около 10 новых копий на казахском языке То есть зритель в регионах выразил желание смотреть этот фильм на казахском языке Второе, если мы говорим, что основная зрительская аудитория это 12, ну 14-25 лет Благодаря этому фильму она расширилась, эта зрительская аудитория, от 12 до, не знаю, плюс 50 даже Люди вспоминали времена, когда всей семьей ходили и смотрели в кинотеатры «Кжвек» Нам очень много писали об этом, и было очень в прессе этого много То есть смотрели бабушки, дедушки, с внуками, с детьми и так далее, и так далее То есть зрительская аудитория, целевая аудитория наша, она расширилась намного Что дало, в общем-то, хороший такой позитивный фон для проката этой картины И третий момент, он вышел в один день, 3 мая прошлого года, с одним мощным блокбастером голливудским Который называется «Мстители», который в мире собрал более миллиарда долларов Но в Казахстане через две недели наш фильм «Макбала» уже обогнал прокат этот блокбастер То есть это говорит о начале какой-то конкурентоспособности наших фильмов И эта тенденция потом сохранилась К концу года вышел «Шалл», он вышел во время релиза фильма «Скайфолл» Ну там соотношение не такое было, но все равно он тоже очень близко держался этому фильму И хотим сказать, что вот этот фильм, он стал действительно ключевым Почему? Потому что интерес к киностудии «Казахфильм» и к кинопроектам «Казахфильм» намного возрос после этого Появились частные инвесторы, сейчас один инвестор сам заявил, что пришел к нам и говорит, что готов вложить около миллиона долларов на анимационный сериал «Жалл-жирек Макбала» То есть интерес его детей, его друзей, как бы он учитывал, но тем не менее это такая общая тенденция Многие школьники начали ходить в спортивные кружки по стрельбе из лука и так далее То есть и спортивные какие-то моменты были То есть для нас этот действительно проект стал очень ключевым Конечно он сделан в формате зрительского кино, коммерческого кино То есть где очень жестко учитывается целевая зрительская аудитория Это не артхаусное кино, это не авторское кино, это кино не для кинофестиваля и так далее Мы иногда из-за нехватки специалистов, действительно, кинокритиков, киноведов Именно нового формата испытываем определенные затруднения, которые путают вот эти понятия Начинают сравнивать, скажем, зрительское коммерческое кино с артхаусными фильмами Начинают сравнивать, абсолютно несравнимые вещи Поэтому сейчас у нас есть проекты по, значит, СИНСИС, Национальным фондом кинематографии Франции Организовать серьезные онлайн-курсы и с приездом в Алмату С ведущими французскими киноведами, кинокритиками Курсов на киностудии «Казахфильм» с молодыми кинокритиками и киноведами И я думаю, в следующем месяце мы это начнем уже делать Потому что нам очень важно, чтобы тренды, которые появляются уже в нашем национальном кинематографии Для ближайших наших соседей, для России, Украины, для Беларуги, стран СНГ Казахфильм, киноиндустрия в Казахстане является очень ярким примером для развития А наша киноведческая кинокритика, киноведческая школа до сих пор не сможет совладать этими трендами И по всей глубине что ли проанализировать и нам помочь в освоении каких-то новых трендов Перед нами определенные этапы развития казахстанского кино Знаковые фильмы, поворотные события, современные тенденции, тренды и так далее Что такое киноаудитория сегодня? Мы создали центр по изучению, по мониторингу киноаудитории, который занимается замерами Мы ежегодно где-то 3-4 раза делаем замеры Пытаемся понять настроение нашего зрителя На сегодняшний день поход в кинотеатр является самым популярным видом отдыха на самом деле В отличие от других форум дослуга Таких как рестораны, кафе, боулинг, бильярд и другие На основные возрастные сегменты 12, 17, 18, 24 приходится более 70% киноэзерического потока То есть представители молодежи являются основными посетителями киносеансов На первом месте все-таки стоит романтическая пара, мы так называем То есть парень с девушкой или девушка с парнем и так далее 31% это вот со второй половины Потом стоит в кино, ходит с друзьями 27% Потом, значит, супруги, семья, 9% смешанных состав Прайм-тайм посещения фильма, это, конечно, вечернее время, но это не новость Начиная с 18 до 22, по мнению большей части кинозрителей, это 72% Является наиболее предпочтительным временем для похода в кинотеатр Самым посещаемым днем недели являются суббота, 57% И затем следует воскресенье, пятница, 18-14% Касательно способа просмотра новых фильмов Большая часть кинозрителей, 42%, чаще всего смотрят новые фильмы в кинотеатрах Далее по части следует DVD 35%, интернет 19% Больше половины кинозрителей относятся к 3D-формату положительным, 71% Хотя я вам скажу, что вот эта тенденция в последние годы, она идет к снижению То есть 3D-формат, она по популярности немножко чуть-чуть уже начинает отходить По выбору, да, по способу выбора кинокартины, кинопросматра Вот это вот понятие указы до сих пор занимает первое место То есть мы пошли в кинотеатр, ну раз решение принято, пришли и смотрим указы там расписания сеансов Да и выбираем на первом месте все-таки указы, на втором интернет И третье рекламные трейлеры в кинотеатрах Впервые в истории разговоры о брендах казахстанского кино приближаются к реальному воплощению Расширяется галерея популярных образов Наряду с интересными и успешными названиями на казахском языке Кыжбек, Мумбала, Шал, Ангшбала Выпущены первые образцы Вот сегодня мы вам показывали школьные продукции по мотивам национальной сказки То есть анимационный сериал, игрушки, книги, комиксы, печатная продукция и так далее, и так далее Киностудии Казахфильм подписаны на сегодняшний день Меморандумы о сотрудничестве с ведущими кинематографическими организациями мира Фонд Кино России, Национальный центр кинематографии Франции ВГИК, Нью-Йоркская киноакадемия, СИНСИ и так далее, и так далее USC, это одна из самых таких важных киношкол в Гос-Анджелесе В данный момент идет тщательная подготовка и реализация совместных проектов Копродукции, образовательной программы, фестивальный бизнес и многое другое Мы по прямым контрактам с Нью-Йоркской киноакадемией, с ВГИКом Отправляем за счет собственных доходов молодых людей На какие-то краткие, краткосрочные, среднесрочные какие-то курсы Они возвращаются и затем активно включаются в кинопроизводство Наряду с известными мэтрами казахстанского кино, такими как Асана Ляшимов, Нужман Ахтамбаев, Мирвэр Тутикешева и так далее Отдельную популярность набирает молодое поколение актеров Формирующих собой новый облик казахстанского кино Сель Сагатова, Бей Гайджанов, Анвар Нурпиисов, Санжар Мадиев, Калгаш Мухаммеджанова Бивуль Ахтан, Асхан Тулепов, Алия, Анвар Бек все они сидят наверное здесь Формируется новая волна молодых кинематографистов Казахстана Режиссеров, сценаристов, продюсеров, операторов Они должны, по моему мнению, определить тенденцию развития будущего казахстанского кино Тенденции развития казахстанского кино Среди них Адильхан Ержанов, Архад Шарипов, Жаслан Пушанов, Ахат Ибраев, Ханагат Мустафин Лауреаты Берлинского кинофестиваля, Эмир Байгазин, Азиз Жамбакив Внесший в зал славы киностудии первого серебряного медведя Успех казахстанского кино и его стабильное присутствие в прокате А также проведение различных фестивалей и спецпоказов Формирует особую культуру просмотров Зрительский вкус как среди любителей, так и среди профессионалов Отечественные кинопродукции сопутствуют устойчивым интересам спрос У многих зрителей некоторые наши фильмы обрели культовый статус В период 2008-2012 года 175 картин киностудий «Казахфильм» стали участниками Более 200 фестивалей международных показов в 50 странах мира И в РАЗИ крупнейший кинофестиваль в Казахстане Помимо своего яркого культурного колорита Становится активной деловой и дискуссионной площадкой С участием профессионалов со всего мира Вы наверняка помните Как наши режиссеры после того, как сняв свой новый фильм С дисками в кармане ездили куда-то в Европу Хотели показать отборщикам этого, другого кинофестиваля Фильмы свои просились и так далее Последние годы отборщики крупных кинофестивалей В том числе класса приезжают на Евразию И здесь, на киностудии «Казахфильм» Смотрят новые картины наших режиссеров И здесь идет предварительный отбор Я думаю, это, скажем, определенно есть Это проявление определенного интереса и уважения казахстанскому кинематографу В этом году в рамках Берлинского кинофестиваля, например Была большая пресс-конференция и круглый стол Тогда ведущие мировые критики, киноведы говорили о новой волне казахстанских кинематографистов О наших молодых режиссерах, которые работают в различных жанрах, направлениях и так далее Ежегодно фестивали расширяют свою программу И нашими гостями с ведущими кинематографистами мира становятся обозреватели солидных, влиятельных, печатных изданий «Верайте», «Скрин интернешнл», «Голливуд репортер», «Нью-Йорк пост» и так далее Отборщики крупнейших фестивалей Канны, Венеции, Берлин, Пусан, Лакарна Независимые продюсеры, агенты по продажам и дистрибьюторы Отдельной особенностью фестиваля является его деловая составляющая Казахстанский рынок проектов 2011 года, на котором было рассмотрено свыше 60 заявок Вывел на орбиту Эмила Байгазина, будущую звезду Берлинского кинофестиваля Вместе с тем, специальные фиксы показов, такие как «Золото Берлинале», «Эхо Пусана», «Эхо Венеции» Отражают определенные связи в России с мировыми кинопросмотрами В целом, фестивальная жизнь в Казахстане с каждым годом наполняется новыми красками Объединяя зрителей кинематографистов и их чувства умы в необыкновенном созидательном пространстве Одновременно данный тренд поддерживается активностью тематических сайтов, социальных сетей Разумеется, не без участия журналистов, а также сетевых обозревателей, блогеров Нами активно осваиваются и направления цифровых продаж, набирающих популярность по всему миру Видео по запросу и так далее В 2012 году представлено 17 фильмов в киностуде «Казахфильм» с количеством просмотров свыше 16 тысяч раз Увеличивается выпуск фильмов в формате DVD На прилавку магазинов страны в специальных секциях казахстанской видеопродукции Можно найти до 30 наименований фильмов в киностуде «Казахфильм» За 12 год количество проданных дисков составило свыше 36 тысяч штук Лидером DVD-продаж за последние два года стали кинокартины «Жалжирик Мамбала», «Не у моего детства», «Ликвидатор», «Шау» и так далее Таким образом, кино в стране остается одной из самых популярных тем, а также самым доступным видом отдыха среди населения На фоне роста кинотеатров, зрительской посещаемости, а также расширения соответствующей инфраструктуры Киноиндустрия, кинорынок начал свое движение, активизировая силу механизма И в экономике страны появился новый развивающийся сектор киноиндустрии